Выгружаемся. Всем доброе утро. Мы уезжаем обратно в Польшу. Вот вышли на транспорт ехать. Сейчас нам нужно словить какую-то маршрутку, которая идет на автовокзал. Там к нам мальчик еще должен подойти и сказал, что хочет документы передать. Мы согласились. Не знаем, что за мальчик, но вот увидим. У нас примерно через 40 минут автобус нам ехать минут, не знаю, 15-20 на маршрутке. Еще купить надо будет билеты. Надеюсь, что они будут. У нас очень прекрасные новости. Билетов нет. Мы раскуплены на наше время. На следующее время тоже билеты раскуплены. Следующий рейс это уже в 00.50, то есть в следующий день. Мы ждем звонка, чтобы нам сообщили, есть ли билеты на поезд. Если нет, поедем домой. Поедем ночью. Поедем ночью. Это вообще будет классно. Да, мы приедем ночью. Я не знаю, куда опираться. Такси будем вызывать там. Не знаю. Может автобусчик подкинем. Ну, али туда будет. Короче, где-то выкинут. В любом случае, если недалеко выкнет, то там ночком дойдем. Если далеко, надо будет. Ночные прогулки бывают у нас. Сколько птичек полетело. Просто как будто вот знак. Закрывай карманы, а то ну как. Ты знаешь, что такое поговорное? Знаю. Это снова мы. Мы снова здесь. Мы думали, так легко от нас избавиться. А не то, что было. В общем, будем рассказывать про нашу историю по джигуночному вазу города Бреста. Я попросила позвонить маму на вокзал. Ну, короче, узнать, или есть вообще какие-то там билеты, вообще время какое, всю информацию. В общем, мне позвонила мама, сказала, что на сайте написано, что 20, что-то такое по белорусскому времени будет, электричка, прямо до нашего города. Но почему-то цена была в русских рублях указана. Мы решили, ну ладно, может в рублях-то в рублях, они всегда цены правильные. И решили пойти купить, если что, либо спросить, или это есть. Пришли. Нам очень милая женщина так отвечала, короче. Милая. Милая, да. Что нет рейсов, нет билетов. Мы говорим, хорошо, а до Тересполя просто, чтобы границу переехать, есть? Нет. Нету. А вообще-то есть. На 8. И стоит, между прочим, один билет. 40 рублей. Понятно. Спасибо. До свидания. Это 20 долларов. Это 20 долларов. А мы обычно билет покупаем за 5 долларов. Да, мы такие ок. Пошли обратно на автовокзал. Купили билеты на 12.50 ночи. 0.50. То есть. И мы снова здесь. Приехали домой. Ждать. Что расскажешь? Что вы тут рассказывали? А, сломали чемодан. Сломали чемодан. Второй. Ручка отвалилась. При том, что первый чемодан, та же ручка, вот что и во втором сломалась. Версина просто напихивает слишком много вещей. Не моя вина. Там моих вещей минимум, на самом деле. Минимум 90%. Нам уже через минут 10 нужно выходить. Мы это все время просто ничего не делали. Мы играли в телефоны. Посмотрели новый выпуск топ-модель по-украински. Вот, Никита все еще играет. Нужно будет одеваться уже, выходить пораньше, потому что уже поздно. И не все люди такое позднее время ездят на транспорте. И бывает так, что автобус не останавливается на остановках, просто проезжает мимо и как бы может приехать на пару минут, ну буквально две минуты раньше. Но из-за того, что это последний автобус, и нам на него нужно точно успеть, то лучше мы выйдем за 10 минут, подождем на остановке, спокойно сидим, доедем и не будем волноваться. Но мы приедем, наверное, за минут 20 до автовокзала. Нам еще там нужно будет минут 40 сидеть и ждать автобус. Такие пироги. Не знаю, может покажем вам наш новый автовокзал Брестский. Его открыли в этом году. Весной, по-моему, да? В конце весны? В конце весны его открыли. Ну, ничего такой, так скажем. Мы в конце концов приехали домой. На том автобусе, который у нас было в 0.50 ночи. Сейчас, вот я смотрела, только что время было 2 часа 11 минут. Такие приключения на границе были. Ехали прям полным автобусом. Оставалось буквально 8 мест. И большинство это были такие мужчины в возрасте, наверное, 40 лет. И вот, скорее всего, на работу дальнобойщиками покупали сигареты. Среди них отличился один своим умом. Постоянно что-то цеплялся там. Кричал, чтобы водитель открыл среднюю дверь там. Ну, в общем, себя агрессивно вел. Тоже закупился. И был немного пьян. На границе Польска, уже когда мы проходили контроль багажа, у него нашли лишние сигареты. Его оба отпустили. И вот эта вот таможенница пошла к себе в комнату что-то взять. Возвращается, он сыт пиво пьет. И она вот разозлилась, говорит, вот, ты нормальный, ты стоишь на контроле, ищу пиво, пьешь ты пьяный. И начала его так отчитывать, на что он сказал, что кто-то мне такая, чтобы меня учить так со мной разговаривать. И она разозлилась, сказала, ах так, ну тогда пойдешь на контроль. Его забрали в отдельную комнату, нашли сигареты, их принесли этой женщине. Она в мешочек их сложила вместе с паспортом, и все, говорит, будет штраф. А штраф немаленький на самом деле. И сказала ему, посиди там в коридорчике на этих, на сиденьях, я типа за тобой приду. Потому что была очередь из остальных людей из автобуса, которых тоже нужно было проверить и пропустить. Он вышел там вообще на улицу, начал там с людьми разговаривать. Вот мы уже прошли, все уже попроходили, а он вот на улице стоит. Мы не знаем, ждать его или ехать дальше, потому что как бы с ним можно реально зависнуть. Пока составят протоколы, вот эти все документы, это надолго. И он все ходил так, смотрел, смотрел, где водитель, где водитель, и договориться с ним, чтобы мы прямо сейчас уехали вместе с ним. А мы говорим, а как мы поедем, у вас же паспорт забрали. Он говорит, плевать на этот паспорт, поехали и там на обратном пути заберу. В общем, он никакой, пьянющий. И вот, него мы оставили и приехали сюда. Приехали на такую конечную станцию, как отель Дельфин. И в надежде, что водитель нас подбросит на улицу хотя бы рядом, где мы живем, все вот студенты. Но он сказал, что у него база вот там, где автобусы оставлять не в нашем городе, а в другом, куда еще ехать надо. И вот у него заканчивается такая вот, типа диск там, где записывается время движения, что вот начинается простой вот это все. Он говорит, мне нельзя, потому что будет штраф. В итоге мы вышли, нас шестеро такси заказать. Потому что автобусы уже не ходят, транспорта нет. Звоним мы в первое такси, нам говорят, что вот такие минивены шестиместные, они до 12 вечера работают. Звоним в другое, нам говорят, что тоже есть, но до 12. Попросили номер какого-нибудь такси, где вот, возможно, тоже есть эти минивены, чтобы вот позвонить, если что заказать. Нам сказали, что такого нет. В итоге наш друг пошел в отель, узнал номер там какого-то, еще одного такси, позвонил. Оказалось, у них есть, но они сейчас заняты, то есть нет мест и надо ждать примерно 15 минут. Этот друг, естественно, очень любит поговорить на разные темы. Вот это ему не просто спросить, вот что вот, есть такой минивен или нет. Он и расскажет всю историю. Вот представляете, я в Беларуси сел на автобус, доехал до Польши. Вот, меня высадили, думал, что меня подвезут. И вот эту всю историю рассказывают. И начинают про скидки. А может, у вас есть скидки для иностранцев? А может, у вас есть скидки для людей, у которых есть карта поляка? А может, у вас есть скидки для студентов? А может, то, а может, это? Ну, в общем, нам было весело, мы посмеялись. Ну, такси мы вызывали, наверное, так минут сорок. В конце концов, мы вроде как договорились насчет шестиместного минивена. И смотрим, а двоих нет. Они, видимо, решили пешком идти. Ну, как бы, я их не знаю, в первый раз вижу. И ребята вроде как тоже просто в автобусе как бы с ними вот ехали и вместе вышли. Вот решили вместе ехать. Но они, видимо, решили пойти сами, нас не предупредили. Мы позвонили, попросили все-таки уже четырехместную. Вот за нами приехали, отвезли домой. И вот мы пришли, два часа ночи. Надо разбирать чемодан. У нас там котлетки, курочка, вот это все мясное надо прятать. Разобрать вещи. Естественно, смонтировать блоки. Уже ложиться спать, потому что довольно-таки поздно. Хоть мы в последнее время и привыкли ложиться так поздно, в два-три часа ночи. Нужно уже как-то вбивать себя в нормальный режим. Будем монтировать. И не знаю, завтра я хочу вот попытаться закончить все-таки влог в часов 11, чтобы вас монтировать. Их 12 уже лечь спать, нормально выспаться, рано встать. Не так, как мы встаем от 12, а хотя бы встать где-нибудь в 10, в полдесятого и хорошо себя чувствовать. Так что на этом буду заканчивать. Всем спокойной ночи. Спасибо, что были с нами и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok